Слава Украине! Привет всем от Полонского! Пытаюсь достучаться к логике россиян, я знаю, что меня много смотрят. Россиян меня смотрят, кстати, не меньше, чем украинцы. Поэтому приходится вести по-русски, кстати, этот канал, потому что, вот так, отвлечение такое у меня здесь на канале, украинцев только 36%, по-моему, или 38%, что-то такое. Я не проверял в последний раз, но вот. Остальные по-украински не разговаривают. Но, бог с ним, да. Значит, достучаться к россиянам, ну, частично к белорусам, потому что есть же ябатьки, несмотря на то, что там большинство нормальное, но есть и ябатьки, да. Так вот, я хочу спросить, россияне, вот у вас, когда ваш Путин начинал так называемое СВО в Украине, он же ставил что там? Денецификацию, демилитаризацию. Но, де-факто, помните, вы орали, у вас там орали со всех утюгов, что вы пытаетесь оттянуть границы НАТО за 97-й год, если я так не ошибаюсь, правильно? То есть, да, чтобы у вас был даже ультиматум НАТО, да, отодвинуть там границы к 97-му году и тогда о чем-то поговорить. Вот, давайте разберемся. Вот уже смотрите, я сегодня по потерям, там, по-моему, то ли 630, то ли 650 тысяч россиян. Путин, да, под нож отправил на сегодняшний день. Поправьте меня там, какая точная цифра. Не суть важна. Больше 600 тысяч Путину кондропупил ради этой цели. Как результат вы получили все наоборот, да, граница с НАТО увеличилась в два раза. В НАТО вошли две очень мощные экономические, да и неслабые в военном плане страны. Финляндия и, скажите мне, Швеция. Вот, а в Украине у вас дела идут хуже некуда, потому что операция Киев за три дня превратилась в операцию, будете, у текущенький угридар за три года, да? Вот, так вот, мне интересен такой момент. Скажите, вот ваш Путин, значит, положил 600 тысяч человек плюс, значит, а вот сколько русских погибло от рук страшного, ужасного НАТО до 24 февраля 2022 года? Да я вам отвечу, их погибло ноль человек, огромный такой ноль, ноль человек погибло, да? А сколько там раз НАТО бомбило, например, Курскую область, да, или Торопец, Торопец, у вас там склады большие. Сколько раз разбомбило его НАТО или угрожало хотя бы разбомбить их? А сколько? Ноль раз? Офигеть. А этот вот Туапсинский и еще 25 нефтезаводов, да, сколько раз НАТО бомбило за это время? До 24 февраля 2022 года. Тоже ноль раз, оказывается. Вот это да. А кто потопил ваш Черноморский флот? Его потопила Украина после начала СВО. А до начала СВО сколько кораблей было потоплено Черноморского флота? Тоже ноль кораблей. А чуметь? Подождите, то есть ваш Путин начал это СВО, чтобы, значит, НАТО, граница с НАТО стала в два раза больше, к ним присоединились две страны фактически. Убил более 600 тысяч россиян, будет, я уверен, гораздо больше, потому что еще не закончилась война, плюс еще не всех посчитали. Это вторая, значит, как бы цель. Украина полностью вооружена теперь передовым западным оружием, в отличие от того, что было еще два года назад, два с половиной года назад, когда мы были вооружены, значит, в основном старым советским оружием по большей части. Сейчас у нас в основном уже передовое западное, которым мы крошим российские войска просто с уникальной результативностью. То есть получается, что ваш Путин начал войну для того, чтобы перевооружить Украину, для того, чтобы в результате этого всего дела Украина, естественно, вступила бы в НАТО и в Евросоюз. Ну, со временем, когда договорится, но все равно это совершенно не будет зависеть от России, как вот он кричал, я не хочу, чтобы НАТО отодвинулось, чтобы Украина туда не вступала. Ну и что, что он получит? Ну, получит по морде, уже получил. Вот, и в результате Украина вступит, конечно же, и в НАТО, и в Евросоюз, рано или поздно. Вот, и НАТО увеличилось, и Черноморский флот потопил, и, значит, там, сколько там уже, 8 тысяч танков, или сколько этих бронемашин, 16 тысяч. То есть погасил все советские слады, все остатки, которые там были, сжег 25 нефтезаводов, кучу складов с вооружением сжег, поставил страну в зависимости от Китая и Северной Кореи, и вот это называется у вас многоходовочник.